Приливы есть во всех делах людских, и те, кто их использует умело, преуспевают в замыслах своих, так говорил Шекспир, но в том и дело, что вовремя увидеть надо их. И вот мы с вами поговорим, как увидеть эти знаки, чтобы преуспеть в жизни. 16 февраля, день Семена и Анны. Сегодня вспоминают жизнь и деяния святого Семена Богоприимца и святой Анны Пророчицы. Анна находилась в Иерусалимском храме, когда в него родители принесли младенца Иисуса. Она первая узнала, что это Спаситель, и поведала об этом. Старец Симеон прожил 300 лет, чтобы встретиться со Спасителем, и согласно Божьему завету он мог спокойно умереть. Симеон принял на руки младенца Иисуса, поддержал его, исполнил обряд, отдал родителям и умер. Этот день называют хранителем младенца. И к Анне, и к Симеону обращаются с просьбой о даровании здоровья новорожденным. А еще его называют починки. С ранней зари, помоляясь, всей семьей крестьяне шли в сарай работать, занимались ремонтом летней сбруи, издовой и пахотной. Отчего появилась поговорка. На Симеона расчиняй починки. Симеон с Анной сбрую починяют. Считается, что в эту ночь домовой приходит на конюшню и катается на лошадях. Может даже загнать их насмерть. Чтобы нечисть не побеспокоила животных, хозяева на ночь привязывали к гриве каждой лошади по кнуту и паре портянок. Это был оберег от домового. А чтобы задобрить домового, и он не проказничал, после ужина оставляли в углу горшочек каши на ночь. В этот день была традиция украшать веники. Согласно поверьям, именно в венике живет домовой. Поэтому подметать пол сегодня запрещалось, чтобы не нарушить покой хозяина. Также существовала опасность вымести и самого домового. А это оставить дом без защиты. С этого дня отчитывались 7 наиболее сильных утренних морозов. Их называли утренниками. После них наступала весна. Приметы. Если день снежный, лето будет дождливым. Чем раньше встанешь и начнешь делать домашние дела, тем быстрее наступит весна. Не починить изношенную сбрую в этот день к неприятностям. Если в этот день утром снег, к урожаю ранних хлебов. В полдень к урожаю средних хлебов. Снег под вечер, к урожаю поздних хлебов. Не рекомендовалось в этот день носить черные вещи и брать деньги взаймы. К мелким досадным неприятностям. 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 Продолжение следует... 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 Продолжение следует...